Приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Хочу вам рассказать, что очень во многих странах Восточной Европы, именно в славянских странах, такие как Польша, Словакия, Венгрия, Чехия, где распространена подача первых блюд, например, супов, гуляшей каких-нибудь, в частности, венгерский гуляш, в хлебушке. И сегодня мы с вами приготовим вот такую вот тарелку, не тарелку даже, наверное, мысочку, емкость для первого блюда для супа в виде хлебушка. Это очень прикольно, очень интересно и, главное, очень вкусно. Для меня целый мацион, когда где-нибудь заказываешь супчик в хлебушке, и когда тебе подают этот суп в хлебушке, ты ложечкой супчик кушаешь и хлебушком заедаешь. Это действительно очень круто. Поэтому, а, по поводу того, какие супы, ну, какие классические супы готовятся в хлебушке. В первую очередь и самое главное, это, наверное, чешский и венгерский гуляш. В Словакии готовят чеснычку, чесноковый суп, в Польше готовят грибной крем-суп и луковый суп. Ну, в общем, вариантов с супами очень много. Мы тоже сегодня заправим в этот хлебушек для, так сказать, для презентации какой-нибудь суп. И вы удивитесь, это будет харчо, потому что гуляш варить не стали, а есть у нас вкусный сваренный харчо. У нас сегодня, ну, мы на харчо останавливаться не будем. На самом деле, даже борщ можно подавать в хлебушке. И где-то на Западной Украине я даже видел такую тему, что подавали борщ именно в хлебушке. Можно грибную юшку подавать в хлебе. Ну, в общем, практически любой суп, наверное, кроме рассольника. Хотя, если захотеть, и рассольник можно. Пошаговый рецепт приготовления, а также количество всех ингредиентов, исходя на 4 хлебушка, которые мы сегодня и будем готовить, вы найдете в описании видео. А сейчас начнем. Вода температурой 37-38 градусов. Растворяем нужное количество сахара. Рассыпаем по поверхности теплой водички дрожжи и оставляем их регидратироваться. Пока займемся мукой. Смешиваем два вида муки. Мы используем муку пшеничную высшего сорта и муку ржаную. Соответственно, булочки у нас получатся такого красивого серого цвета. Так же можно делать из просто пшеничной муки. Ну, тогда они получатся, соответственно, белые. Хорошенько перемешиваем муку. Не забываем засыпать вокруг все окружающее пространство. Но как бы я аккуратно не работал с мукой, все равно у меня в муке будет абсолютно все. После того, как дрожжи регидратировались, отправляем сюда соль и все хорошенько перемешиваем. Начинаем по частям вводить муку в воду и перемешиваем вначале ложкой. Тесто у нас должно получиться очень крутое такое. И в то же время его надо очень-очень хорошо вымесить. Сейчас будем смотреть. Я думаю, что добавлять воду не понадобится. А может и понадобится. А может и муку понадобится. У меня был один знакомый, который еще по молодости, который делал тесто для рыбалки. Ну, значит, чувак просит у мамы стаканчик муки для того, чтобы сделать тесто, пойти на рыбалку. Ну, там мука, растительное масло, все как мы на даче были. Все как положено. В общем, делает тесто. И тут фигась, тесто получилось очень жидкое. Он берет еще полстакана муки и добавляет. Тесто очень крутое. В результате... Ну, мы, конечно, сидели, ржали. Мама потом его, когда увидела это, ей было не до смеха. В результате, по-моему, трехкилограммовая пачка муки ушла на приготовление теста для рыбалки. Два пацана, представляете, себе два щегла. Тут мама заходит на кухню. И эта огромная мыска уже с этим тестом для рыбалки, она такая, Сережа, что ты делаешь? Мама, я тесто для рыбалки делаю, а там тесто уже 3 килограмма. В общем, друзья, руки смазываем растительным маслом для того, чтобы тесто меньше прилипало. И начинаем вымешивать его. Вымешивать, как я уже сказал, надо очень долго и тщательно. Но я буду вымешивать минут 7-8, наверное, вот таким вот образом. Естественно, вам это показывать не буду. Я и так вас своими историями уже все говорят, жалуются, что треплюсь много. В общем, покажу конечный результат. Вот смотрите, друзья, какое тесто должно получиться. То есть оно не совсем мягкое, но вот такое вот эластичное. Эластичное, видите, вот такой вот консистенции. Делаем из него колобок и ставим на расстойку. При температуре где-то градусов 30 идеально. Если у вас нет духовки с функцией расстойки теста, можно включить нагрев в духовке буквально на полминуты. И потом оставить включенную лампочку. Это даст нам нужную температуру. Будет подходить оно у нас час. Через час тесто готово к обминке. Ну, к тому, чтобы его обмять. Для того, чтобы тесто не приставало к рукам, смазываем руки небольшим количеством растительного масла. И вот таким вот образом, как показывает Лариса, обминаем тесто. Далее смазываем противень растительным маслом. Смотрите, мы используем тефлоновый коврик для запекания с Алиэкспресса. Кстати, коврики очень толковые. Стоят там по доллару, по-моему. Такая штука незаменимая при приготовлении любой выпечки. Если нет коврика, можно использовать пергамент для запекания. С помощью весов делим тесто на 4 примерно одинаковые части. Нам надо сформировать 4 колобочка. Чтобы тесто не прилипало к весам, тарелку, на которую выкладываем тесто, тоже можно смазать растительным маслом. Оно такое липкое, что быстренько может прилипнуть. Далее из каждого колобочка, ну вернее, из каждого кусочка теста, формируем вот такой вот колобочек. Как бы подворачивая его к низу. Видите, как делает Лариса. Несколько кругов в руках сделали и вот сформировали такой ровный, красивый колобок. Перемещаем его на противень. Точно так же поступим и с остальными. Очень важный момент при сворачивании вот этих колобочков. Нижняя часть должна быть хорошо залеплена. То есть не оставляйте ее не залепленной. Иначе наша импровизированная кастрюля будет протекать потом и весь суп будет не в хлебе, а на столе. Что будет, наверное, не очень приятным. Пока мы рвали кусочек теста, вернее, пока рвали тесто на 4 кусочка, оставили еще небольшой кусочек. Из него делаем 4 вот таких вот маленьких шарика, которые будут крышечками наших будущих тарелочек. Ну не крышечками, а ручечками крышечек. Вот так вот. И прилепливаем их на колобки. Получились такие штуки. Что-то они мне напоминают, конечно. Далее хлопчатобумажное полотенце сбрызгиваем из опрыскивателя обычной водой. И накрываем полотенцем наши булки на 45-50 минут при комнатной температуре и оставляем их на расстойку. Сбрызгивается водой для того, чтобы была высокая влажность, чтобы они не покрылись корочкой, не обветрились. Далее, друзья, наши булочки вот так вот раздулись хорошенько, подошли. Разогреваем духовой шкаф до температуры 200 градусов. Никакой конвекции, только температура. Помещаем будущие тарелки для супа в духовой шкаф. Вооружаемся бытовым опрыскивателем. И обрызгиваем в шкафу все, что можно. И булочки, и стенки шкафа. Вот таким вот образом, как это делает Лариса. Выпекаем около 45 минут. Я включаю секундомер и скажу точно, сколько это время займет у нас. Булочки должны хорошенько зарумяниться. 35 минут выпекались булочки. После того, как извлекли их из духовки, перекладываем их на какую-нибудь решетку. Для того, чтобы они равномерно остывали и не собирался конденсат. Если оставить на противне, то снизу соберется конденсат и булочка размякнет. А на решетке будет совершенно классно остывать. И оставляем их до полного остывания. Когда булочки остыли, а суп полностью готов, или же у нас суп, если был готов, то разогреваем в этот момент суп. Приготовим из самих булочек непосредственно тарелки для еды. Для этого аккуратненько срезаем крышечку. Теперь вооружаемся ножом и вырезаем мякиш. Вот таким вот образом, стараясь не проткнуть нашу тарелку насквозь. Где-то сантиметр от края отступаем, чтобы осталось тело хлебной тарелки. В это время, друзья, можно приготовить... Да, потом берем ложечку и начинаем этот мякиш оттуда вышкрябывать. Нам надо приготовить масло. Берем сливочное масло и можем, в принципе, просто взять обычное масло, чистое, растопить. Но в зависимости от того, какой у вас суп, если, допустим, борщ или чесночный суп, можно сделать масло с чесноком. У нас харчо, поэтому мы сделали масло с кинзой. Ну так, чтобы булочка тоже приобрела свой определенный аромат. Вот таким вот образом ложечкой вычищаем весь мякиш из серединки. Далее смазываем тарелочки изнутри подготовленным маслом, либо маслом с какими-то приправами. Смотрите, вот этот вот хлеб выкидывать не стоит. Его следует подсушить и потом перемолоть на панировочные сухари. Получатся обычные панировочные сухари, в которых можно жарить котлеты, рыбу, ну, в общем, все, что угодно. Все, что делается в панировочных сухарях. В это время разогреваем духовку до температуры 200 градусов. Нам нужно запечь немножко сердцевинку булочек для того, чтобы она как можно меньше раскисала. И обязательно условие, естественно, суп наливать в эти импровизированные тарелки непосредственно перед подачей. Даже, ну, как бы, вот вы наливаете суп, он может простоять, конечно, минут 10-15. После этого булочка начнет потихонечку раскисать. Она не протечет, но лучше налить горячий суп и сразу же его подать на стол. Итак, отправляем на 10 минут в духовку, разогретую до 200 градусов. В запеченные булочки можем смело разливать наш супчик. Можно украшать зеленью, если это необходимо, ну, или в зависимости от супа, который вы готовите, и подавать к столу. А дальше по обычному сценарию. Приглашаем гостей к столу и удивляем их тарелками. Не только своим вкусным супом, но и тарелками, которая, ну, не только сама по себе удивительная, но ее можно и смачно захрумкать. Вот такой удивительный рецепт, друзья. С удовольствием вам представляем булочки. Они еще что-то напоминают, правда? Или это одному мне что-то напоминает? С удовольствием вам представляем хлебную тарелку для вашего любимого супа. Вы удивите своих близких, а, возможно, и гостей, подав такой суп в таких тарелках к праздничному столу. Ну, естественно, подпишитесь на канал, поставьте лайк, если считаете, что мы с Ларисой его заслужили. И оставайтесь с нами, друзья. Мы готовим для вас сыры, колбасы и вкусный алкоголь. Всего доброго, пока!